Вика Портфолио Вика Портфолио Вика Портфолио Который любит привлекать к себе внимание Я всегда любила какие-то выступления на публике Даже когда я училась в университете Я старалась на каждой паре отвечать И уже даже как-то бывало подходила к своим однокурсникам Говорила, не надоело ли я вам, что каждый раз готовлю выступления, отвечаю В общем, это мое, мне нравится говорить Нравится взаимодействовать с публикой Как ты отпраздновала свою первую, не знаю, там, тысячу или десять тысяч подписчиков? Я не праздновала, я просто понимала, что надо продолжать все Можешь нам рассказать три самых важных для тебя вещи, без которых твой день не день? Ну, наверное, это будет кофе, без кофеина желательно Также я уделяю, конечно, время спорту Даже если у меня не получается пойти в спортзал, я хотя бы потом поджимаюсь или поприседаю Это занимается всего 15 минут Но зато после этого у меня хорошее настроение Я с чувством выполненного долга Ну, конечно же, огромную часть моей жизни занимают дети Ну, это понятно И скажу, что немножечко я еще всегда уделяю Если не снимаю видео в этот день, то я поотвечаю на комментарии, что-то такое поделаю Давай про твой новый проект поговорим Про капюшоны со снудами Как давно у тебя появилась идея? Что тебя подтолкнуло на реализацию этой идеи? Идея появилась очень давно Я чувствовала, что хочу что-то такое выпускать Чтобы это было доступно для многих моих подписчиков Чтобы, так скажем, они могли от меня что-то такое получить Красиво оформленное Чтобы это им подняло как-то настроение Так скажем, частичку меня именно вживую И я придумала создавать вот такие вот шарфики Потому что они с капюшонами И получается, что ты не портишь свою укладку Не портишь свою прическу То есть, бывает, да, после шапок Это все как-то приминается на голове, опадает А после вот именно такого головного убора Все выглядит вполне симпатично И я решила выпустить много разных моделей И ручную вязку, и машину, и по плотности разные То есть, все в разных городах живут подписчики У кого-то там сильные ветра, тем поплотнее нужны модели Как вот у нас в Питере А у кого-то более жаркий климат, тем можно более ажурные модели В общем, каждый может найти для себя что-то подходящее Ну и, конечно, красивые коробочки, открыточки Вот это тоже обязательно Кто тебе помогает в реализации этого проекта? В реализации этого проекта мне помогает девушка, которая фотографирует все это То есть, помогает мне все это оформлять И помогает моя сестра Яна И, в общем, я все То есть, вы сами все это вяжете? Нет, мы вяжем это не сами Мы ищем людей, которые это вяжут Так как у меня первое образование технологии дизайна У моей сестры тоже образование технологии дизайна Мы заканчиваем университет У нас много в этой сфере знакомых Есть какие-то выходы на людей, которые занимаются вязкой и ручной Но ты довольна уже первыми результатами Да, да, мы прямо, знаете, выкладываем в день по такие стопки коробок Которые отводим в пункт доставки И люди высылают фотографии в шарфиках Все довольны И некоторые заказывают уже там по три штуки себе только То есть, что говорить, когда снова Новый год Скоро Новый год, мне кажется, это вообще идеальный подарок Скажи, пожалуйста, наверное, опять же от нас ждут, что мы поговорим немножечко о твоей семье и твоих замечательных детках Многие из-за суеверия не выкладывают своих детей в интернет Но в то же время ты совершенно спокойно выкладываешь и даже маленькую Златочку выкладывала Да Скажи, есть ли для тебя, скажем так, такие запретные темы, о которых ты на всеобщем позрении говорить никогда не будешь? Значит, по поводу того, что я выкладываю своих детей фотографии в инстаграме на ютуб-канале Можно их увидеть Я считаю, что это все зависит именно от меня Знаете, есть мамочки, которые там из дома не выходят, боятся, трясутся А в итоге их дети там даже дома успевают как-то там простыть и заболеть То есть, это все зависит, мне кажется, от настроя А я вот как-то уверена в себе и как-то не подвержена таким страхам И поэтому все проходит нормально И это нормально, я такая не одна, полно медийных людей, которые вообще все демонстрируют еще более откровенно, чем я Скажи, пожалуйста, а ты планируешь Мире и Злате как-то в дальнейшем, не знаю, ограничивать ее в инстаграме, в социальных сетях? Вообще, твое отношение к такому вопросу, как дети в интернете, оно какое? Умеют ли твои дети включать айпадик? Не, на самом деле они не умеют, но подходят часто ко мне, например, Мирося подходит и просит показать фотографии каких-то животных, которые я показывала ранее, которые ей понравились Ну то есть так вот, и на самом деле меня родители мои ни в чем не ограничивали И я тоже хочу как-то не давить на детей, тоже сделать такую иллюзию, что все им разрешено, но сама все это контролировать Потому что полно всяких приложений и всего прочего, что дает родителям контроль над тем, что смотрят дети, на каких они сайтах Но в то же время ребенок чувствует, что он не ограничен, как-то вот мне вот такой подход нравится А если твои девочки подойдут к тебе и скажут, мама, мы хотим собственный канал на ютюбе, ты вот нас снимаешь, нам понравилось, мы хотим свои Ты что на это ответишь? А, ну, во-первых, мне почему-то кажется, что такого не будет, потому что на самом деле это не для каждого человека Вот такая сфера деятельности приятная, некоторые, наоборот, вообще не понимают И когда я говорю какой-то подружке, давай там вместе снимем видео, она говорит, о, это что, я не фотогенична, я не хочу, я не могу говорить То есть это не для каждого сфера Это, во-первых, кому-то нравится оставаться, наоборот, по ту сторону экрана А, во-вторых, у меня сейчас такие планы на девочек, я максимально не загружаю, то есть занятиями Даже маленькую? Ну, маленькую уже так тоже втягивается постепенно в развивающие занятия Ну, разные бассейн, танцы, язык, и у ребенка уже как-то не остается времени, он так загружен разными другими видами деятельности Ну, то есть я правильно понимаю, что особо препятствовать ты не будешь, но и, как сказать, особо потворствовать тоже Да, да, да Скажи, пожалуйста, насколько ты восприимчива к негативу в своих видео и в своих комментариях К негативной критике необоснованной Да, я, мне кажется, человек, который просто создан для того, чтобы вести канал Я не знаю, что мне надо написать, чтобы меня это задело Вот сколько я не читала, там бывает такой негатив напишешь, что там другой, вообще мой знакомый прочитал бы это про меня и был бы в шоке, там три дня бы вообще в себя приходил И плакал Да, 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 а я прочитаю, и мне как бы хоть бы что, и все Ну, то есть вообще это тебя прочитал бы А вообще, вообще никак неинтересно А как ты думаешь, люди, которым вот прям так важно обмусолить каждую медиаперсону, вот этот их порыв порыться в чужом белье, он с чем связан? С обвелением свободного времени? Нет, я недавно прочитала, что существует, а сейчас уже прямо исследуют вот эту тему троллинга, что существует три вида троллинга, да, когда человек именно из-за собственных неудач там тролли Потом, ну, то есть там разные виды есть, и это реально как бы отклонение, и даже есть какие-то уже появляются психологические тренинги, как прекратить писать другим гадостью То есть давай мы все-таки тогда о хорошем Многие мамочки молодые смотрят на тебя, да, ты для них такой пример для подражания Ну, например, я опять же могу судить по себе, если ты молодая мама, у тебя маленький ребенок, работа, бизнес, то ты загружен, в общем, 24 часа в сутки Как поставить себя, скажем так, на рельсы правильного питания и спортивного образа жизни? Какой бы ты совет могла дать мне, которая халявит и халтурит, и не ходит в зал уже месяц, но сегодня взяла вареную корочку с собой на обед А, да? Да, у меня маленький первый шаг сделал Ну, какая-то внутренняя дисциплина должна быть, и все равно мотивация Как только я начала заниматься в зале, у меня появились какие-то первые результаты, подписчики моментально это заметили, все мое окружение моментально это заметило, муж заметил И это так меня подстегнуло, и все как-то дальше пошло Да, то есть нужно придумать, как себя внутренне мотивировать Да, главное вот на первом этапе, первые результаты показать, а дальше уже все пойдет как по накатанной, мне кажется Скажи, пожалуйста, планируются ли у тебя какие-то коллаборации с блогерами в будущем или какие-то новые твои проекты? Чего нам ждать от тебя в самое ближайшее время? Ну, в последнее время я была занята своим проектом шарфики с капюшонами, поэтому все мое время уходило туда И да, в последнее время, в ближайшем времени я не планирую никаких коллабораций А я планирую немножко сделать упор на влоги, потому что люди уже даже вот возмущаются, что как так, влогов нет, там вторую неделю, уже как-то так привыкли к этому всему И я сейчас хочу сцениться на влогах, раз так людям нравится, и мне больше всего нравится снимать влоги Спасибо тебе большое, это была Пика Портфолио специально для Хеллоу Блогер Всем спасибо, всем пока Пока, спасибо